всем привет сегодняшнем выпуске я покажу как собрать бюджетный пистолетный фонарь низкая себестоимость фонарика возможно только при наличии 3d принтера у вас или ваших друзей пока вы вспоминаете если у вас друзья да еще и с принтером я продолжу также мы не сможем обойтись без дешевых фонариков из ленты и фикс прайс модельки называются лентел джей 05 для ленты и flarks для фикс прайса ценник за штуку порядка 50 рублей на момент записи видео заявленный световой поток порядка 70 китайских люмен то что эти фонарики немного отличаются внешне не страшно главное что их внутрянка совершенно идентичны разберем один фонарь для наглядности и посмотрим какие запчасти нам пригодятся колечко сама кнопка с контактными полосами голова блок для батареек корпус нам не нужен резинка уплотнительная не нужна кнопочка пружинка пружинка пригодится и буфер нам не пригодится в первую очередь сделаем самый простейший фонарь с минимум переделок для этого напечатаем модель 01 возможно исполнение как с правосторонней так и с левосторонней кнопкой тут и далее рекомендую печатать модели с высотой слоя 01 миллиметр и с заполнением сто процентов берем кнопку с контактной лентой из разобранного фонаря и вставляем посадочное место напечатанной модели попутно подгибаем контактную ленту в местах изгибов если проблем нет извлекаем кнопку обратно для доработки если проблемы по установке все же есть убедитесь что вы удалили все поддержки из нового корпуса затем короткой стороне припавим пружинку из фонарика постарайтесь разместить ее посередине нового корпуса возвращаем кнопку обратно в корпус длинную сторону можно зафиксировать двумя способами либо продеть через имеющиеся отверстия либо при помощи кольца из фонарика донора данный способ более муторный но контакт будет надежнее чем в первом случае пойдем по втором пути кольцо необходимо разрезать и подогнать под новый размер кромки лучше припаять подрезаем длинную контактную сторону по краю корпуса и прижимаем его измененным кольцом вставляем батарейный блок и прикручиваем голову со светодиодами проверка работы если контакта нет попробуйте поднять контактную пластину на один виток и про полярность у батареек не забывайте второй вариант сборки для этого необходимо распечатать корпус деталь 02 фиксатор пружины деталь 05 и заднюю часть которая может быть выполнена либо для кнопок формата куб либо для движковых переключателей ссылки на кнопки которую я использую в проекте я оставлю в описании в первую очередь хочу попробовать собрать фонарик с движковым переключателем приступая к сборке берем кнопку и припаяем провода контактным ножкам один провод короткий и другой длинный и устанавливаем кнопку на посадочное место задника данная деталь выполнена таким образом чтобы кнопка могла быть размещена как справа и так и с левой стороны не забываем при этом продеть провода внутри заготовки коротком проводу припаиваем пружинку из фонарика и при помощи фиксатора пружины устанавливаем задник можно даже на жидкие сопли теперь устанавливаем задник на корпус фиксируем винтами iso 7380 m3 на 5 миллиметров зафиксировать движковый переключатель можно при помощи винтиков м два с половиной на 5 миллиметров не более 5 миллиметров повторяем действие с установкой контактного кольца но на этот раз припаиваем провод к колечку устанавливаем голову проверяем работу все год в третьем варианте я установлю другой тип кнопки а также заменю корпус головы на печатный в данном случае выполняем все те же действия что и во втором варианте сборки только на кнопку необходимо будет распечатать и установить клопачок желательно на супер клей это деталь номер 7 замена головы печатаем деталь 06 и устанавливаем в нее внутренности от фонарика донора извлечение производится в таком порядке контактная пластина пружина диоды стекло установка в обратной последовательности все установили накручиваем голову на новоиспеченный фонарь работает подведем итог приблизительная стоимость для первого варианта фонаря составляет примерно 120 рублей для второго и третьего варианта стоимость составляет порядка 150 рублей в это же время самый дешевый фонарик на али стоит порядка 1000 рублей неплохая экономия при условии что вас не напрягает пластиковый фонарик с не самым изысканным дизайном также я хотел создать фонарик полностью из подручных комплектующих и запчастей с алишки но к настоящему времени я не нашел ряд необходимых запчастей может быть позже а еще я планирую смоделировать фонарик типа enforce vml на основе ранее использованных доноров но это будет позже все таки впереди новый год декабрь обещает быть не очень плодотворным надеюсь скоро увидимся а я с вами прощаюсь всего хорошего а